ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Начальник штамповальной мастерской Петербургского патронного завода. Он же руководитель товарищества художников-передвижников. Это действительно уникальный случай, что основная профессиональная деятельность Ирошенко была связана не с изобразительным искусством. Он военный инженер. То есть это должность, которая соединяла исследовательскую работу, ну и в то же самое время служба в армии. Он 20 лет служил царю и отечеству, носил военный мундир и писал крамольные картины, за одну из которых даже был арестован. Он первым из русских художников сделал героями своих работ пролетариев и революционеров. А потом неожиданно для всех стал пейзажистом, портретистом гор. Николай Ирошенко. По настоянию отца Николай Ирошенко с юности пошел по его стопам. С отличием окончил артиллерийскую академию. Потом попал на завод и работал на оборонку. Но по призванию он был художник. Поэтому штабс-капитан Ярошенко по вечерам после работы посещал классы в Академии художеств и делал большие успехи. Несмотря на службу, он оканчивает все-таки Академию художеств. Экстерном, кстати говоря. И примерно в те же годы он начинает участвовать в выставках передвижников. Причем практически сразу его участие высоко будет оценено критикой. Ярошенко сразу же выбирает темами своих работ сюжеты из обыденной жизни народа. И этот предмет он знает не понаслышке, в отличие от многих академических живописцев. И может быть, кстати, поэтому Крамской и выбирает его своим наследником. То есть это талантливый художник, чуткий, с очень тонкой душой, очень хорошо чувствующий жизнь. Ну и, естественно, вот сильный человек, который может достаточно твердо взять борозды правления в свои руки. Больше десяти лет Ярошенко руководил товариществом художников-передвижников вместе с его основателем Иваном Крамским. А после смерти мэтра стал его преемником. Если Крамского называли разумом товарищества, то Ярошенко – его совестью. На всех групповых фотографиях передвижников мы всегда узнаем Ярошенко. По его военной выправке, по его мундиру, как он стоит, какой ладно вскроен этот человек, как он открыто смотрит на вас. Это видно и на его портретах, автопортретах, и на его фотографиях. Кстати, остальные члены товарищества Ярошенко даже чуть-чуть побаивались, потому что он был достаточно строгий руководитель. Отчасти он, в общем-то, как-то тоже держал в руках, может быть, более творческие натуры. Начальник заводской мастерской Ярошенко часто общался с рабочими. И именно здесь, в горячем цеху, он нашел героя для своей первой громкой картины – «Кочегар». «Кочегар», который появился тоже на передвижной выставке впервые в 1878 году, прославил Ярошенко. Именно тогда на него обратили внимание и критики, и публика. И как написал в своем отзыве об этой передвижной выставке Адриан Прахов, замечательный историк искусства и художественный критик, что «Кочегар» резюмирует целую область труда, как он написал. То есть он вводит вот этого человека труда как тему в русское искусство. Первый портрет пролетария в русском искусстве написан с большим сочувствием к герою. Ярошенко – это человек, который работает физикой. Ярошенко изображает человека тяжелого физического труда. Первое, что бросается в глаза – его руки. Они находятся в центре композиции. Большие натруженные руки с узлами вен, освещенные пламенем. Сама печь находится за границами картины. Но мы можем почувствовать жар огня. И дальше мы воспринимаем в общем и целом фигуру Кочегара. Видно, что человек устал, что он так, ну, откинулся немного. Но дальше мы начинаем смотреть на его лицо в глаза. Глаза как раз лучатся добротой. Он очень по-доброму смотрит на зрителя. Несмотря на то, что его труд адски тяжел, он в душе добрый человек. Хотя, впрочем, критики тогда писали о том, что, да, вот это и вся фигура, и усталость. И что глаза этого Кочегара подобны глазам коровы, которые ведут на бойню. Первые зрители картины были поражены этим немым укором, обращенным к ним. Художественный критик Адриан Прахов, современник Николай Ярошенко, писал. Кочегар, вот кто твой кредитор, вот у кого ты в неоплатном долгу. Всем своим общественным преимуществом ты пользуешься в долг. Идеи либерального народничества витали в воздухе. Социальное равенство и борьба с царским режимом, то, о чем раньше только писали в оппозиционной прессе, теперь пытались воплотить в жизнь террористы. Из среды либеральных народников появляются уже такие революционные, и террористические организации, что и приведет потом к убийству, как они считали, казни императора Александра Второго, а потом и к большим политическим процессам 80-х годов. Несогласные пополняли ряды политзаключенных. И этому Ярошенко тоже посвятил картину. И снова писал ее с явной симпатией к герою, человеку за решеткой. Николай Ярошенко – самый злободневный художник своего времени. Его работы вызывали острые дискуссии, и равнодушных не было. И, как правило, у картин Ярошенко зрители очень быстро переходили к обсуждению насущных проблем самой жизни, забывая уже, может быть, о достоинствах полотна художника. Вот это повторялось почти на каждой передвижной выставке. Картину у литовского замка Ярошенко написал по следам громкого события – покушение Веры Засулич на петербургского градоначальника. Этот теракт она совершила в знак протеста против произвола властей и бесправного положения сидельцев. Литовский замок в то время – исправительная тюрьма в центре города. Военное начальство Ярошенко до сих пор относилось снисходительно к его художественному хобби. Но картину у литовского замка оно признало настолько крамольной, что поместило живописца в погонах под домашний арест на неделю. Эта картина была запрещена, снята с выставки, и к нему даже есть такая легенда, пожалуй, Лорис Меликов для беседы. Но в результате этой длительной беседы каким-то репрессиям Ярошенко не подвергся. К сожалению, картина, ставшая легендарной еще при жизни художника, не сохранилась. Эта картина вот исчезла из поля нашего зрения. Доподлинно неизвестно, что с ней произошло, но, судя по всему, она хранилась в семье у Ярошенко, свернутая, и больше не появлялась на выставках, и, возможно, от какого-то не лучшего способа хранения она погибла. По мотивам литовского замка Ярошенко написал другую картину – «Террористка». Ее прототипом тоже стала Вера Засулич – самая обсуждаемая фигура тех лет. Ярошенко, конечно, очень любил Россию. Он всячески хотел способствовать ее процветанию, изменению. Это, конечно, свободный суд. Это изменение состояния неравенства между сословиями. Это темы как раз большей восприимчивости к требованиям молодежи. Моргин, да, он тоже хотел вот через показания таких работ, как курсистка, студент, старое и молодое, да, чтобы происходили некоторые изменения в стране. За такое пристрастие к изображению радикалов Николай Ярошенко даже был вызван на ковер. Великий князь Михаил Николаевич, командующий артиллерийскими войсками, заподозрил полковника Ярошенко в том, что он социалист, то есть опасный человек на государственной службе. Ярошенко разъяснил свою позицию командиру. Я считаю, что нечестно, когда иконы пишет человек неверующий. Потому, любя искусство, я не могу писать то, что меня не трогает. Нельзя говорить, что он был с террористами. Его привлекали возможность изменений, возможность как-то путем тоже искусства, прежде всего искусства, да, повлиять на современную жизнь. Это была одна из программных позиций передвижников, что они своим искусством могут как-то повлиять на эту жизнь. Но нужно также вспомнить, что племянником Ярошенко был Борис Саденков. Это был сын сестры Софии. То есть тут такая действительно есть история еще в самой семье, которая дальше продолжается уже в начало 20 века, после смерти самого Ярошенко. Действительно, некоторые элементы свобода, мысли, они были характерны для этой семьи и вообще для всей группы, для друзей Ярошенко. Николай Ярошенко показывает арестантский вагон, решетку на окне, а за ней заключенных. Их головы сбриты до середины, так всегда отмечали осужденных. Вот короткая остановка. И из темноты, из смрада люди бросаются к решетке, а там, на расстоянии вытянутой руки, воля, солнце, свежий воздух. И от встречи с этой волей, с этой радостью жизни, люди, забыв обо всем, начинают улыбаться. Картину интересно показали на передвижной выставке. Она висела в конце длинного зала на торцевой стене. И висела достаточно низко. И зрителям казалось, что реальный вагон стоит у перона и отправляется, вот скоро отправится с этими арестантами. Самая известная картина Николая Ярошенко – «Всюду жизнь». Русь, сидящая конца 19 века. В арестантском вагоне и мастеровой, и крестьянин, и солдат. Женщина с ребенком, скорее всего, снова намек на политзаключенных. Многие революционерки в то время действительно отправлялись в ссылку вместе с детьми. Картина – это необычно по форме. Ярошенко выбирает крупноформатный холст, вытянутый вертикальный формат. Почти в натуральную величину он пишет фрагмент арестантского вагона. Идея Ярошенко в том, что и за решеткой тюрьмы, за решеткой этого облезлого, унылого, холодного вагона живут товарищества, любовь, поддержка, взаимопомощь, светлые человеческие чувства и отношения. Эта картина – вопрос. А судьи кто? Но все. Ярошенко вновь выступил с социальным протестом. Он показал, что несправедливо наказывать людей, которые всего лишь где-то оступились, как закоренелых преступников. И общество за пределами этого вагона, которое их туда поместило, значительно порочнее, чем эти люди. И не случайно с ними именно вот эта тюремная Мадонна, с ними сочувствие, и Господь Бог не отказывает им вот в этой частице благодати. За образами ссыльных действительно скрывается и более глубокий, евангельский смысл картины. Женщина с ребенком напоминает образ Богоматери, склоненные фигуры мужчин и конописных апостолов. Голуби становятся символом Святого Духа. Этой жертве напоминает последняя арестантская корка, которую люди скармливают голубям, а ведь голубь – символ Святого Духа. Конечно, эта картина была высоко оценена современниками. Одна из газетных статей называлась «Мадонна за решеткой». Обличитель пороков общества Николай Ярошенко, между тем, продвигался по карьерной лестнице. Получал чины и звания, зарабатывал состояние. В 1874 году молодожены Ярошенко приезжают впервые на Кавказ. Тогда ехали на воды. И, приехав в Кисловодск, они влюбились в это замечательное место, и с тех пор жизнь Николая Александровича Ярошенко до конца его дней была связана с Кисловодском. В 39 лет он купил себе дачу на популярном курорте в Кисловодске. И с тех пор частенько жил там, зазывая в гости всех столичных друзей. Ярошенко были очень гостеприимными. Кого только не перебывало у них здесь, на Белой вилле. Это, прежде всего, конечно же, друзья-художники, передвижники. Здесь бывали Репин, Куинджи, Дубовской, Касаткин, разумеется, сам Нестеров. Помимо художников здесь бывал историк Соловьев, философ Соловьев. Здесь останавливался Дмитрий Иванович Менделеев. Здесь бывали Станиславский, Рахманинов, Собинов, Шаляпин. В общем, все более-менее интересные люди, пребывавшие сюда, в Кисловодск, все они непременно побывали здесь, на Белой вилле. Когда Толстой задумывает свой первый уход из Ясной Поляны, то он всерьез обсуждал со своими близкими возможность уйти в Кисловодск, где у Ярошенко был дом, Белая вилла так называемая, и поселиться у Ярошенко. То есть это о многом тоже говорит, о таком уважении Львань Калаячек и к личности, и к творчеству Николая Александровича Ярошенко. Здесь Ярошенко находит вдохновение в новых сюжетах, размеренной дачной жизни и диковинной природе Кавказа. Одна из самых известных южных картин художника «В теплых краях». Эта картина превосходно написана, она сочетает два жанра. Жанр портрета и жанр пейзажа, причем очень умело, потому что мы можем фокусироваться то на женщине, то на Анне Дидерикс, то на самом пейзаже, и то, и то выполнено замечательно. Для большинства жителей средней полосы России эти дальние горные края – терра инкогнито. Поэтому, когда Ярошенко привез в Петербург первые работы с изображением Кавказского хребта, многие приняли эти картины за фантастические, вымышленные автором. Вдруг он выставляет целый ряд этюдов, привезенных с Кавказа. Путевые заметки из путешествия по Кавказу. Так они назывались. Около 20 этюдов художники, соратники по товариществу были страшно удивлены, как этот идеяный гражданский художник. И вдруг пейзажи, но когда они увидели пейзажи, они были поражены, покорены красотой этого пейзажа и поняли, что Николаю Александровичу доступно все. Кавказ вообще был для художников открыт художником Ярошенко. Николай Александрович открыл Кавказ для всех. После этого Кавказ стали писать уже совершенно по-другому. До этого Кавказ писали, как какую-то сказочную, нереальную страну, и это было именно ощущение нереальности. Но вот Ярошенко написал его суровым, прекрасным, многогранным. И это было, конечно, воспринято современниками с большим восторгом. Ярошенко буквально охотился за пейзажами. Выходы на пленэры у него превращались в целые путешествия. Месяцами в походных условиях он собирал натурный материал. Но, безусловно, жизнь в Кисловодске стала более творческой, более размеренной. В этом, да, не приходится сомневаться. Это общество на водах. Это дружба с хорошими знакомыми, с хорошими приятелями. И, конечно, да, пейзажный живопис. В 1887 году, после смерти основателя Товарищества художников-передвижников Ивана Крамского, Николай Ярошенко стал лидером сообщества и столкнулся с кризисом. После семи лет существования Товарищества, под угрозой оказалась сама идея передвижных выставок. Художники отказывались отпускать свои картины в длительные путешествия по стране. Поскольку выставки в центральных городах, ну, в Санкт-Петербурге и в Москве, все картины уже продавались. И, соответственно, художники очень не хотели, чтобы их работа уже продана, транспортировалась бы по другим городам. Почему? Потому что могло произойти всякое. Могло произойти, ну, какое-то искажение красочного слоя. Она могла потеряться, разорваться. Ну, с ней могло произойти всё, что угодно. Но именно передвижение выставок по разным городам России служило главной целью Товарищества – просвещению. Только так искусство может пойти в народ. В маленьких городах картины не продавались. Это была исключительно просветительская деятельность. Ярошенко, как человек более жёсткий, он вот как раз настаивал на том, чтобы именно путешествие картин по России, выставок путешествия продолжалось, а не замыкалось исключительно в столичных городах. Ярошенко всячески старался оградить Товарищества от новшеств, от каких-то изменений и сохранить костяк этого Товарищества в своём идейном смысле. И очень обижался, когда потом и Репин, и Куинджи ушли обратно в академию, так как говорили, что всё-таки академия – это школа, и надо продолжать учить детей. Тем не менее, Ярошенко очень на это обиделся, так как считал, что именно за передвижниками будущее развития искусства. Перед нами летний пейзаж, но на горах лежит снег, скалы суровые, мрачные. И, в общем-то, у Ярошенко Кавказ получился не то чтобы пугающим, он получился пугающе прекрасным, таким, каким он является на самом деле. На закате жизни Ярошенко ушёл в отставку в чине генерал-майора. Окончательно переехал в Кисловодск и целиком посвятил себя пейзажной живописи. Вместо бунтарей и революционеров, униженных и оскорблённых, теперь на его холстах только вечное спокойствие природы. Часто Николай Александрович уходил в дальние горные походы, откуда приносил также массу этюдов. Иногда эти этюды были очень удачны, и он дописывал их в мастерской, получались маленькие картины. Одной из таких картин является Тибергинское озеро, которое точнее можно было назвать озеро на Клухорском перевале. Когда-то, начиная с 7 века, через этот же перевал прошли караваны Великого Шёлкового пути, которые соединили Китай с Византией. У него более 300 пейзажных работ, которые хранятся теперь в различных музеях и в Кисловодске, и в других музеях. Вообще он представлен, надо сказать, в более чем 40 музеях бывшего Советского Союза. И всюду вызывает большой интерес, потому что это очень яркие, красочные и очень на высоком уровне созданные работы. Современники отмечали фотографическую точность горных пейзажей Ярошенко. Коллеги-художники даже наградили его неформальным титулом портретиста гор. Ведь в горах пленарные задачи решаются гораздо сложнее, потому что очень много отраженного света, световоздушная среда уплотняется, для художника наступают очень сложные моменты, сложные решения сложных живописных задач. Николай Александрович как раз с этим и блестяще справляется, легко решая эти вопросы. Здесь же, в Кисловодске, трагически рано оборвалась жизнь художника. То, что должно было стать целебным горы Кавказа, в конце концов погубило его. Здесь закончился его жизненный путь, вот здесь, за этим мольбертом. Накануне он пошел по обыкновению в горы писать этюды, его там застала сильная гроза, зашел он довольно далеко, бегом добирался домой, устал, замерз. Он собирался приступить к новой большой картине, которая должна была быть посвящена шахтерам. В 9 утра Марии Павловне сказали, что Николай Александрович как-то подозрительно бледен. Когда она вошла, он был уже без сознания, врачи ничем помочь не смогли, беда пришла, откуда не ждали. Всю свою жизнь он боролся с туберкулезом, а умер от паралича сердца. В начале 20 века художественный критик Александр Бенуа назвал Николая Ярошенко последним столпом и знаменитостью, вступившим в лагерь передвижников. Такой образ, портретные образы эпохи он создает. Мне кажется, вот в этом его индивидуальность, потому что художники, передвижники очень разные. Устанный критик Александр Бенуа назвал Николая Ярошенко последним столпом и знаменитостью, вступившим в лагерь передвижников. Такой образ, портретные образы эпохи он создает. Мне кажется, вот в этом его индивидуальность, потому что художники, передвижники очень разные. У каждого свой подход, свое видение. Но вот у Ярошенко оно очень своеобразное, очень запоминающееся. И стиль Ярошенко, если посмотреть несколько работ, уже не обманешься. Всегда можно увидеть, что именно это его рука, именно этот художник. В истории русского искусства Николай Ярошенко все же останется художником с редким общественным темпераментом. Тем, кто запечатлел в красках героев своего времени. Радикалов и террористов, студентов и рабочих, феминисток и политзаключенных. И тем, кто показал так убедительно и ярко, что всюду жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова